офигенский рассвет да мне кажется сегодня будет прям жара я так думаю ребят сейчас 8 утра но ему уже в работе да я сейчас еду с одного предприятия сейчас вот реально специально для вас я остановлюсь и покажу ребят чё короче у меня в багажнике смотрите что я везу утром домой 8 утра так стоп давайте по порядку в общем началось все с того что мне по случаю перепали именно эти два евро куба не теряя времени я запланировал забрать их выходные 600 я уже зарядил свой автомобиль прицепом и двинулся в путь согласитесь даже музыка подводит мысли что бочки мне достались бесплатно грузить 40 килограммовый еврокуб в одну каску занятия не из простых но где наша не пропадала ребятушки но как вы понимаете этим ничего не ограничилось вот сейчас смотрите вот сейчас вы в кадре видите вон они красавицы бочечки на в общем знаете какая ситуация я привез эти бочки показал жене говорю дорогая чё делаем она говорит блин надо делать душ классная штука сейчас я опять с прицепом выезжаю сторону городского поселения для того чтобы закупиться металл профилем мы сейчас возьмем профилированные трубы и сварим душевую кабину наподобие того же туалета что я варил только будет форма другая и его друзей могут эту штуку на самый верх я понимаю всю ответственность я понимаю что это должно быть крепко потому что если я сделаю это не крепко то полторы тонны воды могут смело рухнуть на человека мы этого не хотим поэтому буду делать все качественно и ну предлагаю вам за этим понаблюдать поехали в магазин закупаться до подвести скажу ребята ну давайте я просто чтобы не быть голословными показывать а их показывает сметки вот это сейчас мне вышло за 10 резных дисков и металлический каркас будущего душа только за это а еще нужно будет купить металл профи для дверей и так далее то есть но это будет дальше по видео я еще этого не покупал потому что здесь предлагают купить только полутора миллиметровый а для сварки полтора миллиметра это капец почему взял 50 на 50 потому что в стенке я хочу уложить пенополистирол или пенопласт для чего это делается у меня умысел простой для того чтобы в жару душевая сильно не прогревалась и в ней было комфортно находиться как и в туалете который я делал так это вот так надо показать да вот видео по ссылке или по ссылке внизу в описании ролика сегодня у нас задача сварить каркас ну и попутные дела какие будем решать по вопросу есть ванна я бы хотел вмонтировать ее но я не знаю как это получится сейчас мы попробуем померяем ее если она входит в габариты метр двадцать на метр то наверное мы ее используем если нет то к сожалению придется придумывать какой-то другой вариант но вообще ванна наверное душевой не особо нужна там можно сделать просто подиум до трап сливной а внутри расположить например раковину это было бы наверно правильно потому что это мы пока и пользуемся как душем пока у нас нет нормальный душевой а потом это будет просто как садоводческий огороднический этот умывальник чтобы там руки помыть после огорода если мы будем мы будем огород я думаю держать вот то есть вот для таких целей поэтому я думаю раковина будет наверное правильно разместить внутри там Какие-то, может, овощи помыть Ну, такой умысел Но сегодня я буду варить Блин, классно Начинаются весенние дни, становится уже теплее Мне прям радостно Короче, приехал на объект Решил примерить, как здесь будет выглядеть наш сам узел И понял, что он нифига не вписывается в концепцию Как это называется это правильно? В композицию даже, да? Короче, это туалет-стрелка теперь И рядом прямоугольное сооружение Будет смотреться не совсем прикольно Мне так кажется Второй момент, как размещать близко или подальше Сливную яму я думаю, что буду делать в кольце туалета Мне кажется, это будет Изначально у меня была мысль, что мы делаем просто метр на метр Как делается душевая Сейчас начал прикидывать А почему бы сразу не сделать Как это, хозяйственную постройку для лопат Для ведер, для всякого инвентаря другого И что-то я подумал, блин Сразу же сделать по-нормальному Надо думать Может быть здесь поставлю эту хозяйственную А тут пойдет теплица, например Как вариант Просто пока я даже не знаю, куда теплицу девать В любом случае она нужна Сейчас прочитаю, сколько здесь Раз, два, три, четыре, пять Примерно пять с половиной метров Если я сейчас три метра заберу Три метра теплица в принципе нормально Но только единственное, что теплица будет у забора Прям затененная немножко Хотя с другой стороны Сейчас 12 часов дня Видите, тень, да? Какая не особо-то она и затеняет Короче, думать надо Блин Надо думать Надо думать Как считаете, это душевое? Нормально? Хороший размер? Здесь дверь, здесь дверь Наверное, даже вот на одной стойке мы расположим две двери Одна в эту сторону, другая туда И будет прикольно Окошечко сделаю вон там В той стороне Чтоб свет был Мне кажется Я считаю, интересно, да? Ну, вы, конечно, еще не представляете, как это будет Первый раз делаю без проекта Вообще не рисовал никаких картинок То есть делаю сейчас все просто по факту А вот там будет вторая копия Это почищу Сверху положу ее И прямо варю поверху 2,80 Высота 2,20 Здесь остается где-то метр Для лопат, граблей и ведер Ну, такого инвентаря, который не жалко Который такой, быстрого доступа Можно здесь его складывать Здесь получается, например Вот он вход Заходишь Ну, вы понимаете, что это профиль поднятый, да? Заходишь И вот тут будет метр на 70 сантиметров ванная Ванную я, короче, вот эту хочу туда поставить У нее есть косяков Только вот в одном месте Вот здесь откололось, блин А, еще вот Но это будет закрыто Это будет не видно Она уголочком закроется Но с другой стороны Это вообще огородная ванна Фиг с ней даже Ну, не прогниет она до дырки, мне кажется Главное, что у меня каркас есть, по идее Только обшить металлом и все Ну, и это все равно здесь убирать Эта порнография тут нафиг не нужна Поэтому материала, конечно, полностью на все не хватает Но мы что-нибудь придумаем Я сейчас из каких-то клочков наберу Но мне кажется, это будет оптимальный вариант Да, я хочу делать именно вот так Ребята, я вступил в корпорацию Лох Она не проходит Блин Ну, давайте будем впихивать невпихуемое, наверное, да? Вот это лошара, а если сейчас не пройдет? Ладно, пытаемся Впихнуть невпихуемое Лайфхак, который я использую Вот такие штуковины Ну, короче, их ставишь И не надо угол мерить Он уже ровный Он уже прям 90 Классный И варить удобно Подварил, снял потом и доварился Прелесть Советую Опять же, советую Ну, что, ребята Отлично все получается вроде До размеров Немножко Потому что вы меня все время ругаете Что я размеры не говорю Это совершенно правильно Если я что-то хочу показать Как я делаю И кто-то вдруг захочет это повторить Не зная размеров Это будет не совсем правильно Так, двери Смотрите Что я сделал Вот эта стена будет разделительная И вот это будет часть Метр на метр тридцать Это хранение инвентаря Так, она открывается Пока не очень хорошо Я сейчас настрою это Открывается вообще отлично Нигде ничего не задевает Здесь заходим Так, зашли Место вообще вольготно просто И вот тут будет ванна вот так стоять Вот тут Вот на стенке Вот стенка И вот ванна Она будет 70 на метр И небольшая полочка Для того, чтобы что-то положить Я думаю, что здесь сделаем кран Или сбоку кран здесь будет И душевая лейка стоять на этом Чтоб можно было пойти и душ принять Так, теперь размеры дверей 188 высота И 60 сантиметров у нее ширина Для того, чтобы проем сделать правильно Чтобы прошли шарниры Я сделал ширину проема 61 А двери 60 В данном случае раньше я делал Какие-то Т-образные Чтобы можно было профиль спрятать В этот раз я заэкономил Короче, сделал вот так Посмотрим Я думаю, что я смогу обшить это все Плоским листом Будет очень нормально смотреться 10 сантиметров приступ Для чего? Чтобы повыше был здесь порог Второй момент Ну, как бы Просто в туалете замерил Чтобы было в одно целое с туалетом Буду заливать плиту полностью Под весь периметр Потом разделю Так, сейчас я еще добавлю Вот здесь стойки Потому что здесь будет наверху Почти 3 тонны воды Я пока не знаю Буду ли ставить одну бочку Или две бочки Может быть, да Две они будут друг друга соединяться И тройником идти Чтобы сразу два куба залил И пусть они все лето греются Хочу поставить фильтр для воды Вот этот мощный такой стакан Знаете? Чтобы была чистенькая водичка Ну, в принципе, все вот так Размеры вы поняли Вот этот метр 80 И там метр 2,80 У нас вся конструкция 2,80 на метр 30 Вот тоже, ребят, момент Раньше в том туалете я сделал просто планку И причем сделал ее снизу Треугольничек Постоянно при частом пользовании Снег забивается туда И закрываться дверь уже не может Теперь реализовал в таком ключе Смотрите И это намного лучше Во-первых, она сверху То есть это такой, знаете, стопор двери То есть это же будет снег Он все равно будет проваливаться Надо, кстати, в туалете тоже переделать Вот такая мысль Ну что? Все отлично работает Мне все нравится Вот такая работа за сегодняшний день Я очень доволен Сейчас еще некоторые штришки доделаем Ну и, в принципе, наверное Конструкция готова для того, чтобы отделывать ее Каркас Я думаю, что мы вот эту конструкцию всю Сейчас еще усилим Потом здесь будет постелена 50-я доска Профлист Профлист будет, кстати, плоско стоять Потому что мне нужно будет сверху размещать эти бочки Поэтому он будет плоский Но он будет полтора метра Какой-то сделаю герметиком, наверное, перехлест И герметиком промажу хорошенько Проклею все это, чтобы вода никак не могла попасть Да И положу листы и прикручу их плотно к деревяшке А внутри будет каркас деревянный Но это уже следующая серия Давайте в плейлисте у нас будет видос Посвященный душевой Как назовем? Уличный? Уличный? Уличный душ, да? Назовем уличный душ В нем я буду рассказывать конкретно про этот проект Потому что он не быстрый Мы, как минимум, бетон будем заливать только в мае Сейчас февраль Пока буду его готовить Ну, каркас деревянный могу и сейчас уже делать Наверное, этим скоро и займусь И буду потихоньку закупать материалы Смета будет в конце Поэтому следите Предварительно даже не скажу, сколько стоит Но если туалет обошелся нам где-то в 18 тысяч Эта штука побольше Друзья, смотри, какой я вижу пирог Снаружи у нас еще рама деревянная Заполнено все будет у нас это пенополистиролом Чтобы в ней не было духоты Вот Снаружи я это все обошью По принципу моего уличного туалета То есть это будет металлопрофиль S8 А внутри Вот я хотел бы с вами посоветоваться Давайте только про кафель мне не предлагайте Я этим заниматься не буду Кафель еще делаю для улицы Это еще не знаю ее жизнь какая Будет ли вообще здесь душ Или потом это будет тоже склад для всякого огородничества Потом, когда уже заедем жить Не знаю Поэтому посоветуйте, пожалуйста Чем сделать внутри Чтобы это не боялось влаги Это выглядело эстетически Поликарбонат, я думал И мне посоветовали поликарбонат Но сразу скажу Локтем ударил Все, вмятина осталась Есть пластик еще тоже То же самое Ударил, задел Все, вмятина Моется хорошо Выглядит классно Но любая задевалка Все равно То занесешь что-то, да Помыть Все равно надо что-то занести Там какой-то, ну не знаю Какой-то инструмент Что-нибудь надо занести Помыть или что-то такое Тазик какой-нибудь И задел Все, вмятина Все на выброс Уже надо будет заклеивать Какими-то наклейками Это порнография Поэтому Я не знаю Поэтому Если вы что-то посоветуете Такое дельное Путнее Я буду просто благодарен Вам, очень рад И лучший комментарий Конечно, отмечу Здесь же будет еще освещение Все это Ну, то есть Будет нормальный, полноценный Как в туалете У меня там розетки Все, выключатели Ну, включать, наверное, свет Буду как-то снаружи Хотя Вот эта зона сухая Там же только мокрая Можно и здесь Все это дело будет провести Аккуратненько С освещением Наверное, вывод освещения Вот сюда Здесь делаем лампу Вот Еще, наверное, здесь будет Какое-то окошко такое Уличное Посмотрим Порешаем Небольшое, если сделать Может быть, пластиковое Закажу Каркас готов Это уже хорошо Да, ребятушки Вот эта вся филармония Может сейчас в подвал пойти Вон в том месте Видите, уже Поднялась выше, чем У меня отсыпка Вот про вот эти вещи-то Я и говорил Но этот угол Я почему не волнуюсь Здесь пойдет Фундамент бани И он будет Вплотную к дому Поэтому В этом месте Никогда не будет течь Но сейчас пока Может затекать В подвал Друзья, небольшая ремарка Сейчас появилась мысль А может быть, сделать баню Сварить небольшую печку 40 на 40 сантиметров И просто Хотя бы В холодное время Можно было ее затапливать И уже в душевое было бы теплее Посоветуйте Друзья мои Я очень благодарен вам За все ваши комментарии Которые вы пишете Большая часть этих комментариев Положительная И вы меня хвалите Блин, ребят Мне так это приятно Я, конечно, многого из этого Не заслуживаю Потому что, по сути Я делаю то, что должен делать Каждый, кто хочет построить себе дом Я думаю, и вы Смотря этот канал Тоже, наверное, себе строите Мне очень приятно Что вы подписываетесь на канал Что ставите лайки Наша армия растет Наша команда силится И мы будем делать хорошее видео И мы будем строить с вами долго Планов громадье Все это надо реализовать 15 соток Вроде небольшой участок Ага, блин Сколько здесь еще Всего-всего предстоит Не знаю, как вам Но мне нравится Ну, реально, прикольно Чтобы вы понимали Это сделал за день В принципе Ну, не знаю Сварщик, конечно, посмеется Сейчас профессиональный Начали сказать Что я маркетолог Маркетолог-любитель Кстати Мне, я думаю Сейчас и профессионал Похвалит Если я скажу Что я уже Легко Легко Варю металл-полторашку Вот такими электродами Тройкой И я уже сам это могу Не прожигая Прям аккуратненько Не нахерая Ну, не знаю Мне кажется Это уже нормально Опять же Пишите, ребята Пишите Я был очень рад Вас сегодня видеть Спасибо, что этот день Вы провели со мной Стройте своими руками И только своими Мы вместе создаем Нашу мечту И я очень рад Что вы со мной Друзья От всей души Увидимся в следующем видео Пока Пока